Вы говорили про то, что у Путина был какой-то часик, который фактически плохо на него вплывал, и через это ему задано шкоди здоровью. Розкажите детальше про этот часик и как этот часик мог нашкодить Путину. Ну, да, это пока что такой немножко анекдотический случай. В общем, у нас было последнее воскресенье, воскресенье 9 октября. Как обычно, по воскресеньям у меня есть передача «Итоги недели» с человеком, который называется теперь генералом СВР и известен всем как Виктор Михайлович. Ну, за ним стоит целая группа. В принципе, это очень известный телеграм-канал, это очень известный ютуб-канал, который очень часто дает правильную информацию, в том числе и изнутри Кремля. И вот в последней передаче 9 октября он рассказал, наконец, потому что он три месяца нас, так сказать, ищу слово, помягче сказать, ну, то есть он не хотел нам рассказывать три месяца, и вот, наконец, я его уговорил рассказать. Он сказал, что каким-то образом удалось Путину подбросить часы, которые он носит на правой руке, и которые каким-то образом очень плохо влияют на его здоровье. То ли там ядовитый металл, то ли там магнетизм какой-то, непонятно, он не дал информации. Но он озвучил это в воскресенье 9-го, и эта передача прошла в эфире в 12 по Киеву в воскресенье. Вечером он встречал, Путин встречался с Бастрыкиным, у него на правой руке часы еще были. А вот утром, когда он, в понедельник, когда он рассказывал о том, как он будет бомбить Украину, у него уже на руке часов не было. И вот мы задали себе вопрос, это потому, что он прошла наша передача с генералом СВР, где рассказали про эти часы. Или это просто он так быстро вставал утром, чтобы бомбить Украину, что он забыл их надеть. Вот будем смотреть дальше, будет он их носить или не будет. Пана Сергея, увидим в будущем. Дуже так интересно, что вы последовываете ось такие детали, в частности, что носит крыльевский диктатор.